Всем привет, дорогие друзья и гости моего канала, с вами Говорит Грув, и я рад приветствовать всех на последнем ивенте от Близзарда, который называется Тыквавин. В этом видео-гайде вы найдете разборы, мои мысли о том, какие классы лучше сочетаются на арене. Я попытаюсь обсудить все возможные связки, чтобы вам было легче впоследствии принять решение, какой класс мы берем первым, какой класс мы берем вторым. Надеюсь, видео для вас будет полезным и вы хоть чуть-чуть увеличите свой винрейт на арене. Вчера я попробовал, поиграл, конечно же, эту арену, были неудачные попытки, были более-менее удачные, но 12 все-таки побед у меня получилось сделать. Я вам скажу про более удачные связки и про менее удачные связки, почему надо брать в одном случае этого героя в начале, этого лучше героя взять как обилку. Все это вы увидите в этом видео. Если вы хотите меня поддержать, то, конечно же, ставьте пальцы вверх. Если у вас есть какая-то своя комбинация колод, то пишите о ней обязательно в комментариях, я почитаю. И другие ребята, кто менее хорошо умеет играть арену, также смогут узнать что-то новое для себя. Итак, приступим к разбору класса. А разбор сочетания класса хотелось бы начать с одной очень важной информации. Что такое тыквовин, что за арена, почему ее надо как-то разбирать, что здесь надо думать и к чему стремиться. Соответственно, классы на арене можно разделить на несколько типов. Первый тип, у которых классные карты, второй тип, у которых классная обилка. Возможность тыквовина позволяет нам соединить эти два качества и сделать одну очень мощную колоду. Сегодня я постараюсь вам рассказать о более удачных комбинациях. Итак, та связка, которая меня привела к 12 победам, я считаю ее лучшей для меня на данный момент. Это, конечно же, класс воин и класс жрец. Это получилась огромная такая сильная контрольная колода, которая имеет как массовку, так и точечный урон и тому подобное. Давайте сейчас быстренько я пробегусь по классам и скажу, чей класс хорош как обилка, а чей класс хорош как именно карты. Например, у воина шикарнейшие карты, возьмите коллайдер, возьмите массовку за две маны, да, массовки на арене очень рулит. Всякие там арморапы, защита, казни, в общем, куча-куча всего-всего, что может убивать существ. Но есть один минус, его обилка. Это армор, он нам абсолютно не нужен, потому что реализовать этот армор, кроме как дополнительная защита и дополнительное хп, ну никак невозможно, потому что для этого нужны дополнительные карты, такие как шилд слэм, массовка за три маны, которая уничтожает наш армор, ну и другие карты, да, вот чтобы мы как-то еще дополнительно могли реализовать. В то время как у мага обилка вообще не требует никаких дополнительных карт. Мы кидаем пинг и как бы им пользуемся, да, сразу же либо убиваем существо, либо подводим его к какому-то дэмэджу. В общем, как-то очень легко можно использовать. Шаман. Зачастую полезные обилки находятся у тех классов, которые могут либо заполнять борт, либо как-то влиять на него. Например, шаман, да, шаман ставит тотем, пусть даже он может ничего не делать, но он оказывает влияние, он стоит на столе, а потом впоследствии на него можно что-то закинуть, что-то с ним сделать. Паладин ставит миньо на 1-1, здорово. Маг пингует, варлок добирает карту, да, разбойник дает нам оружие для размена. Итак, более успешные обилки для арены считаются, естественно, на первое место я считаю, что стоит поставить обилку варлок, потому что добор очень важен для арены, мы не теряем ресурс. Это маговская обилка, шамовская обилка тоже очень хороша, потому что мы также влияем на стол, ну и паладиновская обилка, это самое популярное. Менее популярные обилки, я считаю, это обилка охотника, потому что она никак не влияет на стол, но она влияет на лицо противника, поэтому в сочетании с какой-то более агрессивной версией, это все может неплохо играть. Обилка воина, который кроме как защиту нам ничего не дает, и обилка разбойника, но это в обычной арене, потому что нам приходится бить этим оружием себе по лицу, а разбойник не славится отхилом, поэтому очень тяжело себя держать в форме, да, чтобы не умереть. Ну, я думаю, то же самое можно сказать про друиды, но у друида с армором и с отхилом все в порядке. Обилка приста, ну, обилка приста в принципе нормальная, ее можно кое-куда запихнуть. Итак, мы получаем хорошие обилки мага, варлока, приста, паладина, ну и, наверное, шамана. Я бы не советовал брать вам обилку воина, обилку ханта, ну, наверное, обилку друида и обилку разбойника, а вот эти обилки все нас устраивают. Итак, я сейчас только что вам сказал, какие классы стоит брать в первую очередь, какие классы стоит брать во вторую очередь. Я считаю, что если вам на старте попался в начале воин, то это призыв просто к действию стоит брать, потому что, ну, мы как обилку его не будем использовать, а как обилку найдем что-то хорошее. Итак, наверное, для меня лучшей сборкой является воин со жрецом, но мне кажется, воин с варлоком тоже будет неплохо, потому что у воина недостаточно карт добора, и добрать карту через обилку в варлоку будет хорошо, соответственно, мы через стаполку будем добирать свои карты, через какие-то карты армора мы будем как-то себя сейвить, и при этом у нас и карты будут в руке, и стол будет захвачен, скорее всего, потому что у обоих этих классов очень много массовок. Ну, лучшими, наверное, все-таки, я считаю, для воина это обилка жреца и обилка варлока, поэтому старайтесь к воину брать именно эти обилки. Дальше, переходим к шаману. Шаман славится за спамом, у него есть обилка, у него есть превращение всех токенов на столе в легендарки, у него есть бладласс, соответственно, нам нужно подобрать к шаману, конечно же, какого-то агрессора, который может нам помочь что-то сделать. Например, я считаю, что неплохая связка будет шаман плюс друид, только мы будем брать первоначально друида, а обилку будем брать шамана, чтобы было дополнительное существо на столе. Почему? Ну, во-первых, у шамана есть замечательная карта, которая называется Жажда Крови, у шамана есть замечательная карта, как Буреусилитель, которую также можно достать, а у друида есть замечательная карта, такая как... Вот. Споры роста. Вы можете заспамить стол, через споры роста дать Винфьюри, кинуть Бладласт и залетать противника одной комбинации. Хорошая комбинация, почему нет? Мы можем к нему взять в связку какой-нибудь класс, который не может контролировать стол. Да, например, плохо с этим справляется паладин, но он также справляется за спамом стола. Тут, в принципе, нас устроит и та, и та обилка. Разбойник можно взять в начале. У него очень хороший точечный ремоул, у него есть цветочек, у него есть ликвидация, да. У него есть удары в спину, у него есть всяческие... Ну, всяческая возможность воровать, и, в общем, много чего вкусного. Соответственно, с чем можно комбинировать разбойника? Я считаю, что самая успешная комбинация, наверное, с разбойником будет комбинация с магом, потому что у разбойника не так уж много массовых ремоуалов, да. У мага там много и волна, и огня, и Близзард, и Метеорит, да и много чего. Хекс там, а Fireball, в конце концов. Плюс у мага есть такая замечательная карта, как Элементаль Манипулятор, и это можно отлично комбинировать с воровством разбойника. Вы наворовываете кучу карт, потом играете Элементаль Манипулятора, и все это удешевляется, вы идете там... Ну, все это либо выставляете на стол, идете в лицо, либо какие-то прикольные комбинации будете. Ну, можно скомбинировать с Престом именно по той же ситуации. Можно ее комбинировать с Друидом, потому что там вы можете армор поднять, у воина вы можете армор поднять, у жреца вы можете какой-то хил поднять дополнительный, который нужен разбойнику, и я думаю, это будет неплохо. Паладин, сильные стороны его, это возможность заспамить стол, поэтому мы будем рассчитывать на сильные стороны Паладина, соответственно, кто будет рад заспаму стола? Ну, наверное, либо шаман, который кинет на это все Блоглас, либо Друид, который это все красиво забафает. Поэтому я считаю, что лучшей связкой для Паладина будет Друид, но при этом нам нужна обилка именно Паладина, а Друидовская обилка здесь не так будет хорошо смотреться. А вот Пал Шаман, хорошая связка, здесь, в принципе, вам не важно, да, какую обилку брать. Приходим к следующему классу Охотник. Ну, тут, конечно, сложно к нему что-то подобрать, мне кажется, поскольку Охотник очень хорошо работает со зверями, ему неплохо подойдет Друид, да, который также может призывать зверей. И тем самым вы спамите стол зверей, Охотник их может забафать, использовать киллком и тому подобное. Друид их также может забафовать, бить в лицо, может красиво как-то размениваться. Плюс Друид имеет необходимое количество добора, что очень важно для Охотника, потому что он реализовывает все свои карты, у него потом ничего не остается, да. Классовых доборов как таковых нет, а вот у Друида с этим все хорошо, там добора хоть отбавляй. Переходим к следующему классу Друид, ну, по поводу Друид Хант я сказал, уже было сказано по поводу Друид Паладин, да, Друид Шаман. Может быть, неплохо было бы взять Друида с каким-то классом, который точечно может убивать существ, потому что у Друида зачастую проблемы с ремувалом больших жирных существ, по типу там Огра, Тирансия, ну и тому подобное. Может быть, стоит взять на вооружение, опять же, ну, с Разбойником синергию, может быть, с Магом, там можно взять и Овцу, можно взять и Фаербол, и Метеорит, и тому подобное. У Мага с точным ремувалом вообще проблем нету. Чернокнижник, один из лучших классов, по-моему, до появления такой арены на Таковине, поэтому его можно комбинировать как второй класс, вообще абсолютно к любой колоде, особенно если эта колода не особо умеет добирать карты, ну, такие классы, например, как Воин, не особо умеет добирать карты, Паладин, мало умеет добирать карты. Жрец, он в основном ворует чужие карты, поэтому, ну, такое себе. Шаман, бывает, тоже иногда просаживается, поэтому я думаю, вот-вот эти связочки, Паладин, Воин, Шаман для Варлока будет в самый-самый раз. Но также не забываем про связку Варлок-Маг, который превращается в очень-очень убийственные комбинации, ну и Варлок-Жрец, который позволяет нам бесплатно добирать карты, и при этом как-то хорошенько отхиливаться. Ну и Маг, да, Маг достаточно агрессивный, очень универсальный класс, если он вам выпал в начале, в принципе, его можно комбинировать с абсолютно всем. Маг Шам, прикольно, Маг Рога, можно, Маг Друидс, замечательно, Маг Лог, везде, ребят, Маг может сочетаться с абсолютно любым классом, и вы уж точно не прогадаете. Ну и Жрец, такой контрольный класс, который также может с любым сочетаться, наверное, самое плохое сочетание это с Охотником, потому что это как-то агры, это как-то контроль, и они как-то, ну, скорее всего, в разную степь введут колоды, и вы не получите желаемого результата. Ну вот, например, с Разбойницей, которая хиляться не имеет, с Воином, да, который топовая комбинация, ну и не забываем, что можно ее комбинировать с классом, у которого много массовых зачисток, потому что у Преста этих зачисток не так уж и много. Там в основном точно ремовал по типу Майн Контроля, по типу ШВД, ну и там ШВП, там подобное, да. Соответственно, можно взять класс, который имеет большое количество массовых зачисток, по типу Мага, с Волной Огня Близзерен, по типу Война, с Потасовкой, Вихрем и тому подобное, по типу Варлока, с Хеллфайером, ремовалом за 4 маны, там, Круговертия Пустоты и тому подобное. Соответственно, эти классы как-то усилятся. Соответственно, мне кажется, что это будет лучшей комбинацией. Класс Друид-Обилка-Варлок, замечательная связка, забыл, кстати, про нее сказать. У Друида есть замечательная десятка, да, заклинание за 10 маны, тотальное заражение называется. У Варлока же есть замечательный спелл за 2 маны, который называется Кроволист, который дает, ну, фактически бесплатно разыграть эту десятку. И если вы на второй ход эту комбинацию прокручиваете, то, скорее всего, победили. В всяком случае, это была топ-1 связка в прошлом году. В этом году я же считаю, что на эту связку, ну, так, обращать внимание не особо стоит. Вот такое видео, ребята, у нас получилось. Надеюсь, в чем-то был вам полезен, и вы что-то почерпнули для себя новое. Если это так, то, конечно, жду от вас какого-то фидбэка в комментариях. И не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропускать новые информативные видео. В ближайшем видео я соберу одну из новых колод кросс-классовых и поиграю этой колодой также в ближайших видео, чтобы вам наглядно показать, как эти кросс-классовые сборки работают. Так что, оставайтесь, и ждите новые видео, они будут настолько же интересны, насколько. И это, надеюсь, это было для вас интересно. С вами был все это время Групп, увидимся с вами в новых видео и стримах. До новых встреч, ребят. Пока!